Их ждут строевая подготовка и воинские учения. 1 апреля по всей России стартовал весенний призыв. За работой комиссии отдела военного комиссариата по Семьскому округу города наблюдала наша съемочная группа. В первый призывной день ажиотаж. На комиссию пришли более 50 будущих защитников Отечества. Перед личным общением со специалистами напутственное слово. От ветерана Великой Отечественной и кавалера Ордена Александра Невского. От имени всех ветеранов Великой Отечественной войны, кто сегодня еще здравствует, во имя тех, кто отдал свои жизни за нашу любимую отчизну, берегите Россию. Берегите Россию. Алексей Каделенко совершеннолетие отметил в этом году и уже готов отдать долг Родине. Буквально пара месяцев и в руках молодого человека будет диплом. Специальность автомеханика поможет на службе, а армия сделает настоящим мужчиной, уверен Алексей. Школы жизни тоже позрослеть, стать более самостоятельным. А еще возможность трудоустройства. Пройдя службу срочную, можно остаться по контракту. Состояние здоровья определяет медицинская комиссия. Окулист, хирург, психиатр. Полный осмотр. Проверку они пройдут в полном объеме. Кто будет по состоянию здоровья, должен быть дообследован, будет направлен на дообследование, на сдачу анализов. И в последующем они будут снова сюда прибывать для установления им категории годности. Курских защитников ждут части западного военного округа. Род и вид войск зависит от многих факторов. Учитывают и образование, и медицинские показания, и, конечно, пожелания самого молодого человека. Мы постоянно ведем переписку с воинскими частями, куда ушли служить наши ребята. Приходят только положительные отзывы. Продлится призыв до 15 июля. За это время по планам только в военкомате Сеймского округа комиссию пройдут свыше тысячи ребят призывного возраста. Порядка 200 человек отправятся служить.